Господь чем отрезвляет? Есть очень много вещей, которые больше не работают, но задачи, которые перед нами стоят в будущем, они радикально отличаются от задачи, которые решали наши предки в прошлом. Радикально отличаются. Соответственно, надо почувствовать будущее и заниматься именно тем, что сегодня надо, а не тем, что нам кажется. Что нам делать? Великую Россию раздолбали всего-то лишь газетной бумагой, тонкой, как папиросная, искрой. Всего лишь одна газетенка взорвала мозги многомиллиона населения. То есть информация. Печатный станок уничтожила Россию. Понимаете, печатный станок. Не интернет, не радиоточка, не телевизионные вышки. Газета. Информация. Это сегодняшнее наше современное оружие. Совершенно верно. Информация уничтожила Россию. Тенденциозно подданная специфическая информация, скосившая весь средний класс и всю интеллигенцию за сто с лишним лет. Это демократическая мысль, эти все Чернышевские, Маркс и Герцены. Они, по сути, заразили, они как рак распространили в сознании русского человека. Информация. Значит, и в будущем мире решать вопросы будет информация, потому что она только лишь накачала мускулы, она только стала еще сильнее и агрессивнее. Но демократия это вообще, в идеале демократия это такой сытый чистый хлев. И не более того. Это не больше того. Это просто вот есть свинья в грязи, а есть свинья в европейском хлеву. Но хлев есть хлев, и все равно на мясо тебя порежут, рано или поздно. Это и есть демократия. К тому же за фасадом демократии прячется чаще всего банальная денежная корысть, манипуляция сознанием. Кто громче кричит, то ты прав. Демократия это такая подмена, такая пустышка. 19 век, 20 век нужно изучать с карандашом и валидолом. Для меня очевидно, что человечество стремится к погибели в едином порыве. Оно просто семимильными шагами шагает в сторону осатанения и расчеловечивания. Если русская цивилизация найдет в себе силы почувствовать и понять все свое прошлое, преклонить перед Богом колени, начать молиться и попытаться остановить эти процессы гниения и падения внутри себя, то она в силу своей огромности неизбежно повлияет на всю Вселенную. То есть практической задачей, минимум для русского человека является, собственно, жить на своей земле под Богом, по его законам. Если это внутри России совершится, тогда Россия, повторяю, в силу своей огромности, позитивно повлияет на всю Вселенную и, быть может, затормозит всеобщее, очевидное, быстрое стремление в настоящую адовую бездну, в настоящую, нефигуральную, в настоящую разверстую дьяволову пасть. Реальных политических и масштабных сил остановить этот процесс в мире нету, по крайней мере, их не вижу, кроме России. То есть Россия гипотетически единственная государственно-историческая, церковная, духовная, там все вместе, там через дефисы. Сила, теоретически способная затормозить сползание человечества в дьяволову пасть. Сможет Россия это сделать или не сможет? Это вопрос будущего. Потому что не факт, что Россия поймет свою задачу и не факт, что она ее сделает. Понимаете? Потому что многие русские люди не понимают этой задачи и вообще, в принципе, ничего не понимают, кроме повышения или понижения заработной платы. То есть они не русские, они русскоговорящие. Надо понимать, что есть русскоговорящие люди, есть русские люди. У нас многие русские, это просто русскоговорящие. Мне русскоговорящие. Они мечтают жить на Бали, или где-нибудь на островах Зеленого мыса, или где-нибудь на Санта-Крузе, где-нибудь поближе к Испании. Они не любят свою страну, они не знают ее, они Богу не молятся, они скверно живут и скверно мыслят. И как бы вот это вот, это все, это как бы не русские люди. Поэтому задача очень простая. Надо честно сказать, что человечество отсчитывает какие-то такие в глобальном понимании последние часы своей мировой истории. Оно просто бежит в раскрытую дьяволовую пасть. Бежит с ускорением. Никто не может этот процесс остановить. Может быть Россия будет единственной церковно-политической или духовно-материальной силой, которая каким-то образом притормозит этот процесс и поможет спастись не только себе, но и тем, кто хочет спастись в другом мире. Это единственная задача, которая есть в России. И другие задачи не нужны. И получается, надо вспомнить о своей традиции. Вспомнить. Иногда просто узнать. Узнать. Кому-то узнать, кому-то вспомнить. Слова Великого Суворова, сказанные им на военном совете в монастыре Святого Осипа, сегодня могут прозвучать для нас иносказательно. Притчи, отрезвляющие, но тревожные. Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победою. Помощи теперь ждать неоткого. Одна надежда на Бога. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире. Мы на краю пропасти. Но мы русские. С нами Бог. Спасите. Спасите честь и достояние России и ее самодержца.